Друзья, это Егоров и Райзен, канал Видим Спорт. Только что мы прям вот узнали неприятную новость. От нас может идти лидер команды, и нас коснулась та же история, как коснулась там реалити и о спорте. Вот я вчера видел, как на спорте Дуб подписывал контракт с МКалом. Лев, у тебя есть возможность последнее слово сказать, Лёва. Благословляю вас на подписание контракта. Не рассказывай. Сколько? Дубчик, Дубчик. Также задавал я вопросы Филу, когда вот, ну вы сами понимаете. Вы по 500 тысяч ставите, а Герман Дуба и Салима. Нахуя. То есть я своего игрока должен себе выкупить обратно? Так он не двоит. Да-да, он мне нужен, блядь. Вот, и сегодня я получил вот такое вот сообщение. И вот сегодня я получил такое сообщение от, ну, от Володи. Салима, вот оно. Чуваки, новость не из приятных. Не знаю для кого как, но я могу уйти из команды Брок Гойз. Мне поступило предложение, пока ничего не буду говорить. Чувство смешанное и радости, горе. Я не знаю, я Брок, я Брок. Уходить я не хочу, но есть предложение. Друзья. Чувство смешанное и радости, и горе. Я не знаю, я Брок. Пока он вообще не говорит, что это за команда, которая его забирает, раздражает в этой ситуации вот что. Мы ничего не можем сделать. То есть даже если он до последнего момента нам не скажет, типа в какую команду он переходит, он просто в пятницу, там, допустим, завтра говорит, я не с вами. И все. И мы по нынешней системе лиги вообще ничего не можем сделать. Ну то есть вообще ничего. То есть человек может отзаявиться и уйти в другую команду. Не важно, мы договаривались, там, какую-то зарплату ему давали. И все эти контракты, которые якобы люди подписывают, что они там роспись ставятся на выкупа, откупа, это все полный булшит, ребята. Они не имеют никакой юридической силы, поэтому вы можете даже не качать нас с той точки зрения, что вы сами виноваты, у вас типа контракты не подписаны. Это все булшит. Сейчас любой игрок может перейти, хоть и замкала, хоть и студротс, куда он хочет, и все. И мы ничего сделать с этим не можем. И сейчас мы с этим сталкиваемся. Только мы недавно эту тему поднимали на конференции, говорили о том, что это полное дерьмо. И вот во что это все вылилось по итогу. Я вообще считаю, что это... Да нет, но это нормально, в принципе. Здесь можно ту же лигу прекрасно понять. Опять же, если Володя куда-то переходит, допустим, ну вот возьмем пример Амкала, да? Если они... Ну не надо, пожалуйста. Хорошо, не буду. Отстань. Если они в один момент... Ну да, у них так произошло, что типа медийные футболисты разъехались везде. В какой-то момент. Им нужны медийные футболисты для того, чтобы участвовать в плей-офф. Подожди, и что говорят? То, что вот мы Амкал, мы берем футболистов из другой команды, это их проблемы, что у вас типа медийных мало, и это их проблемы, что вы не можете их развить. Это говорит Амкал. Так получается, проблема в том, что игроки уехали у Амкала, тоже проблема Амкала? Ну да, но Лиге в данной ситуации... Нужно Амкал протащить. Нужно Амкал, потому что Лиге нужно отбивать KPI. Понятное дело, нужно. Поэтому на те вопросы там ставится, ответ дается, что может там в следующем каком-то сезоне будет все иначе регламентировано. А сейчас там важно, ну видно, что у Амкала там Герман уже играет в атаке, что важно дать медийных футболистов футболистов. И еще что мы поняли. Потому что у них Кузькин, да. Смотри, то, что по факту нету того, что правила не меняются. Потому что в пятом туре мы столкнулись с тем, что прям по ходу сезона изменились правила. Значит и то, что мы не блочим трансферы, тоже могло поменяться. Из логики, которая сейчас есть, было бы справедливо забанить трансферы внутри Лиги. Честно скажу. Слушай, ну тут еще вопрос к Володе. Почему он решает идти? Володя, я вообще в шоке. И вообще непонятно, куда он уйдет и зачем. Я вообще... Володя, что с тобой происходит, братан? Ты только неделю отдыхал там в Якутии, вернулся. Может быть там кто-то с ним как-то поговорил, заложники там его взял, я не знаю. Или он что-то подписал, я не верю. Он тут сидел, клялся, что он за футбол, за развитием. Броу, когда ходит на тренировки, со всеми кентуется. Зовет всех вот в секретрум на выступление пойти свое. То есть, ну такой парень, душа компании. Сегодня такое вот сообщение записывал в группу. И тут хоп, на те, новый поворот, блин. Это вообще как происходит? Меня эта тема бесит, потому что ты вкладываешь в игроков. Ты даешь им зарплаты, ты даешь им внимание, возможность там выходить на поле в МФЛ, играть в серьезнейшей команде. Мы реальные претенденты на номер один команду медиафутбола. Что угодно можете спорить, у нас сильнейший состав. И полностью медийный, сука, вы знаете каждого. Каждый хейтер, который сейчас пишет срочно своим маленькими ручонками по поводу того, что вы никого не знаете. Да вы цитаты дьяка ночью перед сном, блин, в голове они у вас слышатся. Вы думаете, что это вы судья, блин. Вы думаете, что это вы судья, долбанный хейтер, он посылает вас, блин. Теперь. Что, не так? Фулл команда медийная у нас. Ну и что, а зачем оскорблять кого-то? Я не... Хейтеров? Да. Я вас не оскорбляю. Нет, я про другое говорю. Ну как бы просто непонятно, как быть. Я считаю, что нужно ехать разбираться с теми, кто... Сейчас у Володи надо узнать. Конечно, ёптю. Как кто его забирает и ехать туда. Это дерьмо полное. Мы сейчас точно это так не оставим. Это однозначно. Ну, я вот уже человеку набрал. Сейчас. Сначала я набрал Володе. Володя ничего толком сказать не может. Дал мне номер телефона. Ну и вот сейчас будем решать. Я понимаю, по правилам лиги все хорошо. Это, я так понимаю, дал телефон своего пиар-агента, который расскажет, куда он переходит. Вот. А дальше мы уже поедем смотреть. Потому что, ну блин, хрен знает. Я очень сомневаюсь, что это Амкал. Хотя, с другой стороны, Амкал сейчас всех забирает. Но это может быть Амкал. Я хрен его знаю. Может вообще тут рот? Да нет, с дротами у меня в хороших отношениях. Есть с Амкал, я это понимаю. Это типа, то, что они вот эту войну ведут и пишут в телеграммах. Типа, наши игроки. Пять человек, да, написало якобы. Четыре там. Я честно, я в это дерьмо не верю, ребят. При всем уважении. Но если сейчас Володя к ним переходит, конечно, это меня оставит без аргументов. Не, надо сейчас ехать разбираться. Сто пудов вообще. Потому что мы тур-то пропускаем. И сейчас мы из России. Мы играем сейчас наоборот. То есть, если он сейчас уйдет, то все. Чего? Ты опять что-то сказал? Поэтому у тебя и забирает игроков, потому что постоянно это внесешь. Назло тебе просто их будут забирать и все.